Уважаемые коллеги, я рад всех приветствовать на этом замечательном мероприятии. И я бы хотел продолжить развивать тему, которую мои коллеги уже здесь достаточно сильно развернули, и тем не менее рассказать о небольшой части этой проблемы преодоления социальной несправедливости и о самой сути, может быть, о некоторых корнях этой социальной несправедливости. Вообще мы знаем, что развитие производства – это основа развития экономики, порождающая потребность в образованных людях, а эти образованные люди в процессе своей экономической деятельности в новых обстоятельствах обретают больше достаток. Так росло благосостояние в Соединенных Штатах в XIX веке, так росло благосостояние в Западной Европе, и вообще в Европе, и в Советском Союзе в XX веке. И мы эту модель можем, даже не модель, этот принцип можем спокойно перенести на современную эпоху, потому что развитие российской экономики идет, несмотря на массу противоречий, проблем, разности взглядов у тех, кто выступает за протекционистскую политику, и тех, кто считает, что все дело в финансах, и нужно действовать исключительно монетаристскими рецептами, желательно рекомендованными Международным валютным фондом. Вот, тем не менее, мы наблюдаем рост российской экономики, развитие обрабатывающего сектора, откуда и формируется запрос на кадры, на людей, где формируется более высокий уровень оплаты труда. И именно поэтому сейчас актуальным стоит вопрос о том, а в чем же состоит зло, и какими должны быть рецепты. Причем, вы знаете, рецепты, в данном случае, они вытекают из того факта, что развитие промышленности, оно уже пошло активнее, что развитие экономики пошло по-новому, и это самое главное. Да, вот только после этого мы можем действительно рассчитывать на то, что у нас появятся какие-то хорошие рецепты. Давайте начнем со зла. Этим злом был неолиберализм, который продолжался, как целая экономическая эпоха с 80-х годов прошлого века в мире, и у нас тоже постепенно, с 90-х, может быть, явно, до большого поворотного экономического кризиса 2008-2020 годов, который породил настоящую мировую революцию, когда одни говорят, что мир должен быть основан на правилах, и они, то есть Соединенные Штаты, эти правила готовы каждый раз предлагать новые, какие им нравятся, а другие говорят о том, что мир должен быть многополярным и основываться на международном праве, на законах, на взаимном уважении. Это все-таки две совершенно разных позиции, два совершенно разных подхода, тем более, что те, кто предлагают подход, основанный не на правилах, на законах и на многополярности, они стремятся к развитию собственной экономики, независимому развитию от старого ядра западных центров. Так вот, неолиберализм был как экономическая стратегия, существовал очень долго, и, существуя очень долго, он предполагал несколько принципов своего существования. Первое, что верхи должны оставаться наверху, низы должны оставаться внизу. Исходя из этого, проводилась реформа науки, образования, и в том числе, конечно, высшего образования. То есть сделать так, чтобы общество законсервировалось в своем виде. Такой неоконсерватизм, да, вот если мы посмотрим на социальную структуру, вот неоконсерватизм, то есть оставить общество в каком-то таком неразвивающемся состоянии, чтобы оно не было опасно. И потому, что промышленность уже не играет якобы такой роли, потому что производство выносится в бедные страны, там используется дешевая рабочая сила, роботизация ставится на паузу. Я говорю о ситуации 80-х, 90-х годов. Ну, а экономический рост все равно есть. Экономический рост есть, и раз он есть, значит, можно и дальше продолжать такого рода изменения. То есть можно в системе образования что делать? Делать среднее образование плохим. На ранней стадии, перегружая детей домашними заданиями, демотивировать их в учебе, сбивать их с пути, чтобы дальше они не могли освоить ни математику, ни физику, ни химию, и не смогли потом стать специалистами нужными промышленности. Понимаете, как это сделано? Ведь это грамотно, ведь это профессионально сделано. Движемся дальше. Поставить на первое место управленческое высшее образование. Людей, которые получили не диплом, а каком-то техническом или фундаментальном образовании. А те, у кого в дипломах написано, что они менеджеры, что они финансисты, то есть они управленцы, они готовы управлять всем. То есть они должны получать управленческие позиции. А это те, кто, в общем-то, является представителями старых, или, ну, для Запада старых, для нас, в общем-то, отчасти тоже старых, верхов. То есть, по крайней мере, тех, кто хотел законсервировать систему. Бюрократизация и формализация повсеместная, в том числе и в образовании. Так замордовать бюрократизмом учителя, преподавателя в УЗИ, чтобы некогда ему было заниматься, и сделать так, чтобы он стремился работать не на одну ставку, а на полторы и на две. Потому что иначе он не прокормит семью. Но когда человек начинает работать более чем на одну ставку, качество падает просто астрономически. То есть оно просто исчезает порой. Это ведь тоже достижение, в некотором смысле. То есть такая система все равно функционирует, экономика растет. Нефть продается, газ экспортируется, фирмы множатся. Все происходит вроде бы устойчиво. Так казалось. Так казалось. Казалось очень долго, пока мир, в принципе, не изменился, пока мы не вступили в ситуацию, в общем-то, здоровую и классическую ситуацию, конфликта разных центров развития. Россия оказалась одним из новых центров, новых лидеров мирового развития. Вместе с Китаем, вместе с Индией, вместе с Бразилией, другими странами. Но Индия и Бразилия по-своему себя ведут. Они пытаются похитить преимущества. Индия вообще главный выгодополучатель, может быть, в мире от военных действий на Украине. Но это небольшое отступление. Так вот, что можно сделать? Для начала нужно понять, что мы должны двигаться в обратном направлении. Что экономическое развитие напрямую зависит от качества образования. А это образование, оно должно открывать возможности для вертикальной и горизонтальной карьеры. Причем горизонтальная карьера – это не просто развитие в профессии, но и рост доходов. И таким образом уменьшение материального неравенства. Уменьшение социального неравенства может достигаться за счет изменения принципов в продвижении на руководящие позиции. То есть это не те, кто очень малопродуктивно провел время в элитных вузах, получив потом дипломы экономистов, финансистов, управленцев, госуправленцев, а тех, кто имеет реальные знания и прошел путь в настоящей экономике. Особенно в реальном секторе. Особенно, конечно, в производственной сфере и высокотехнологичной производственной сфере. То есть эти люди должны получать возможность двигаться дальше, вверх, карьерно подниматься. Что для этого нужно сделать? Для этого необходимо, помимо существующей системы аспирантур, высшее образование, создать систему, аналогичную, может быть, западному MBA, то есть магистра администрирования. И в первую очередь открыть ее для тех, кто получил техническое образование. Параллельно существующее с аспирантурами. И дальше дать этот диплом в качестве серьезного основания для карьерного продвижения, чтобы быть руководителем предприятия, может быть, цеха, может быть, какого-то сектора, компании. То есть дать здесь уже на этом уровне экономические, социально-психологические иные знания. Не готовить управлянца, который ничего не знает, но готов управлять всем, потому что все, что он изучал, это чистое абстрактное управление. А готовить из тех людей, которые имеют конкретные, специальные, очень важные, сложные знания, тех, кто может дальше управлять в экономике, управлять предприятиями разного типа, понимая, чем они занимаются, и понимая свою степень ответственности за людей и за результаты своего дела. Это, в общем-то, задача очень важная. Но здесь нужно еще и подумать о среднем образовании. Вот сейчас правительство очень озабочено тем, чтобы повысить качество среднего образования, в том числе повысить технического образования, в том числе дать колледжам необходимое оборудование, повысить качество, может быть, преподавательского состава. И это правильно. То есть вообще-то колледж должен быть ближе к университету. То есть он должен быть приближен. Но по статусу диплома, по статусу преподавателей, то есть он не должен находиться в такой большой дистанции, как он, в общем-то, находится сегодня. Дистанция должна быть ниже. Может быть, эти колледжи должны объединяться в федерации. И должен быть довольно легким путь для тех, кто получил среднее техническое образование, к получению высшего образования, потому что это еще один способ для вот этих людей, которые будут создавать российскую экономику, российские материальные блага, проявить себя и как специалистов в плане их горизонтальной карьеры и двигаться и наверх в плане вертикальной карьеры. Да, здесь они будут, конечно, составлять конкуренцию молодым людям из так называемых хороших семей, которые имеют множество, в том числе из ограниченных дипломов управленческих, ничего не зная порой о том, чем они управляют. Вот это только некоторые меры. Наверное, правильно то, что уже сейчас говорю, не только я, говорят многие, что нужно открыть и скорее принять в систему образования и на административные государственные должности ветеранов специальной военной операции, их детей. То есть здесь запустить еще один социальный лифт. Может быть, нужно подумать и о том, что нужна вообще вся дебюрократизация вузовской жизни. Потому что, если взять многие наши вузы, что 65% их сотрудников не имеют никакого отношения к образованию и к преподаванию. Ну, преподаванию и к исследованиям. И, да, последнее, да. И это серьезная проблема, потому что любое увеличение финансирования может быть, подчеркиваю, может быть просто проглочено этим классом управленческим, которым стоит выше тех, кто реально занимается преподаванием и научными исследованиями. То есть нам необходимо вылечить много болезней для того, чтобы то экономическое развитие, которое началось, могло открыть больше возможностей для огромного количества людей в нашей стране. Спасибо. 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 Спасибо.